Здравствуйте, коммунальный детектив продолжается. С вами Анастасия Карева. И Вадим Петров. Вадим, мы с тобой на прошлой программе, ровно неделю назад, говорили о парковке у гипермаркета Северная Нагорная. Напомню, что дело, с 2011 года жители окрестных домов имели право парковать свои машины в ночное время возле гипермаркета. Таков был компромисс, потому что гипермаркет забирал себе территорию, срубал деревья, и жители возмущались, и вроде бы нашли точку соприкосновения, это парковка. Согласны были все, потому что автомобилистам удобно, они оставляют вроде бы на обустроенной парковке, и не надо чистить, она всегда почищена. Поставил и пошел домой, спокойно утром вышел, сел в свой автомобиль, поехал на работу. Было удобно и вечным противникам автомобилистов, это пенсионерам, мамочкам с колясками, которые хотят по своему двору гулять, которые хотят, чтобы дети все-таки спокойно играли на площадках. А на площадках часто стоят автомобили, или даже там подойти к ним нельзя никак, можно там только лезть по машине. Все были согласны, потому что автомобили убрали из дворов, поставили на парковку. Сегодня о этой договоренности забыли, сегодня жители снова возмущаются. Ну и думаю, в принципе, надеюсь, что компромисс снова будет тестирован. Да, так же, как и на парковках у магазинов, в целом тема парковок во дворах, она живая. Живая, очень часто наблюдаем ее сами из своих окон. Я несколько лет уже не являюсь автовладельцем, но в свое время сам сталкивался и сейчас регулярно вижу, хорошо понимаю людей, которые припаркался у автомобиля, оказались заблокированными, либо просто не имеют места для парковки. В основном проблема-то возникает из-за того, что пространства нет, неопределенного никакого. С этой темой надо разбираться, уверен, мы еще очень много будем о ней говорить, потому что законодательно она не отрегулирована, норма парковочного пространства или парковка в законах у нас так и не определена, толком и не описана. И вот эта часть нашей жизни, она существует пока что просто по факту, хотя автовладельцев становится на 10-20% в год больше. Если дороги у нас еще что-то делается, расширяются, то парковки стоят на месте. Да, и парковки, они вызывают постоянный скандал. В дворах, к сожалению, соседи ссорятся и, наверное, тут даже есть несколько сюжетных линий. И вот первая сюжетная линия – это пенсионеры или мамочки с колясками против автомобилистов, потому что часто очень бабушки, бабушки наших домов хотят, чтобы стояли во дворах скамейки, чтобы можно было посидеть, поболтать. И, естественно, родители, мамочки, молодые хотят, чтобы было место, где можно спокойно и безопасно гулять, прогуливаться вместе с детишками. Автомобилисты, конечно, хотят, чтобы было место, куда поставить своего железного коня. Итак, сюжетная линия номер один. Внимание на ваши экраны. Жительницы дома уже устали воевать за зеленую территорию под окнами. Когда-то на месте стоянки автомобилей, между рябинами, росла трава и кусты черной смородины. Посмотреть на чудо-сад приходили со всего района. Смородина росла, малина росла, сельдерей рос. Здесь вообще шикарный был сквер. Клумбы, да, был забор, зелени столько было. И этот сквер наш весь Ленинский район уже знает. А сейчас посмотрите, на что стал похож наш сквер. Машины ставят, и он, естественно, погибает. Уладить конфликт мирно не получается. На уступки не идет никто. Автомобилисты хотят быть спокойны за свои машины. Жительницы показывают официальный план территории вокруг дома, где черным по белому написано. Площадь напротив подъездов – зеленая зона. Посыпались угрозы от соседа 49-й квартиры. Вот его машина. Номер заснимите, пожалуйста. Он мне со вчерашнего дня угрожал. А сегодня он меня обживал нецезурной броней и пообещал мне устроить райскую жизнь. Женщина жалуется, а конфликт с соседом уже давно вышел за все возможные рамки. Услышать вторую сторону нам не удалось. Ясно одно – у мужчины тоже есть свои претензии, которые, высказать лично, он не захотел. Переговоры велись через домофон. Я написала заявление в милицию на вас. Я написала. По поводу оскорблений. Я тоже. И то, что вы кидали своего мужа с камнем. Почему вас не кидали? На мужа моего кидали, с обещали. Вы тоже на меня кидали? Я кидалась. Все, до свидания. Писать заявление друг на друга среди жителей этого подъезда стало нормой. Телевидение, как последняя инстанция. Куда еще жаловаться, жительницы не знают. У нас ничего нет уже. Они все уже, ни скамейку не дают ставить, ничего нет. Нигде нет. А на весь дом одна скамеечка стоит. И ту надо убрать им, чтобы не стояло вот все. Так как-то надо-то помочь нам навести порядок. Знаешь, я знаю выход из подобных ситуаций. Да-да-да, я поделюсь своим опытом, то, что я имела возможность наблюдать, по крайней мере, во многих домах Мурманска, когда привезли землю. Жителям привезли землю. Они землю разобрали и недолго думая разбили настоящие такие палисадники. Провели даже какие-то конкурсы, кто лучше принесется, рудит, может быть, какую-то фигурку. Лебеди, зайчики, кто на что гораст. Посадили деревья, посадили кустарники, там, смородину, посадили клубнику. И привлекали, в том числе, автомобилистов. Естественно, когда люди вот это все делали своими руками, они никогда не поставят машину. Они ее поставят куда угодно и будут идти пешком, но никогда не заедут на этот газон. Как решение, как выход, мне кажется, идеален и красиво, и, в принципе, всех устраивает. Конечно, это идеальная ситуация, когда жители вместе под какой-то одной задачей объединяются. Не более, что сама по себе парковка и парковочное пространство – это часть облагораживания прилегающей территории. И когда люди касаются еще какой-то части, допустим, делают новые газоны сами вместе, они, конечно, будут потом за это родить и следить, чтобы никто ни чужой, ни свой это дело никак не портил. Но пока что у нас еще большая часть в городе не такая. Пускай, будем делать, что люди будут учиться, слышать друг друга, лучшие примеры друг от друга перенимать. Сейчас, на данный момент, машин становится гораздо больше. Вот, и я видел уже в одной из очень популярных групп Мурманска. Выкладывали фотографии у двора 15-летней давности и сейчас. И там 15 лет назад стояло во дворе что-то порядка четырех машин. Сейчас их, наверное, сотни. То есть вообще полностью весь двор загроможден автомобилем. Я вспомнила детскую игру. Сейчас, наверное, дети в такие игры не играют. Но мы когда-то выглядывали из окна или в дороге куда-то считали машины. Кто больше насчитает красных, кто больше зеленых, кто больше желтых. И это было сложно. А сейчас, мне кажется, вышел тут сотни серо-буро-малиновых. Да, и разных оттенков, и все. И, конечно, нашим пенсионерам, которые особенно любят прогуливаться возле дома, заниматься территорией, могут что-то высаживать, привозят с дачи какие-то ценные породы растений, садят их в районе дома. Затем там паркуется джип какой-нибудь большой. И происходит конфликт, и люди перестают между собой разговаривать. А чаще всего конфликты – это непродуманные, результат отсутствия какой-то договоренности предварительной. Все прекрасно уже понимают, что все машины не разместить. Что нужны какие-то альтернативные решения. Что в большинстве дворов нет такого места. Конечно, при строительстве домов, еще когда их сооружают, есть определенные требования. То есть к каждому дому новые дома у нас, которые в городе появляются, они, в принципе, эти требования соблюдают. Но большая часть фонда у нас все-таки, абсолютно большинство фонда у нас в городе, все-таки это старый фонд, который строился в советское время, когда машина была одна, в лучшем случае на этаж или даже две на подъезд, и того меньше. К сожалению, ситуация изменилась. Может, к счастью, конечно, автомобиль – это другой уровень жизни. Сейчас столкнулись жители с тем, что когда они хотят организовать парковку, они для этого должны сделать так, чтобы территория стала принадлежать им. Соответственно, оформить землю в собственность дома. И здесь возникает несколько проблем. Во-первых, для этого удобнее всего, конечно, создать ТСЖ. ТСЖ проще себе в собственности оформить землю. Но как только ТСЖ этим занимается, она становится собственником земли, и, соответственно, должна платить налог на землю. Когда земельный участок большой, соответственно, с него приходится очень много удерживать. То есть понятно, что владельцы парковок, если у них какое-то свое место будут, будут платить за это место. Если они решат разместить магазин на своей территории, то этот магазин тоже будет платить уже в собственность ТСЖ эти деньги. Но прежде чем организовывать свое пространство, необходимо узнать территорию, которая точно привлекает к дому. Вот здесь есть уловка. Прежде чем территорию регистрировать, смотреть, какая она большая, нет, стоит ли это делать, нужно подать в администрацию как от собственника заявление с просьбой выписки получить, какая к дому территория прилегает. Территория все равно прилегает, она есть, просто в собственности она находится, скорее всего, у города, а не у людей. Шаг номер один, выяснить, кому принадлежит земля. Шаг номер два, обсудить с соседями, как бы они хотели бы разделить. Вот здесь зеленая зона, здесь парковка. Абсолютно точно. Хорошо, скажи, пожалуйста, а может ли третьим шагом быть то, что каждый собственник за собой закрепит определенный участок земли? У нас же постоянно вот эта вот сюжетная линия номер два парковочных войн, когда автомобилист с автомобилистом, это мое место, нет, это мое место, или это мое место, нет, мне все равно, я буду все равно здесь парковаться. Конечно, может, и здесь, даже если земля, вот я о чем не упомянул вначале, не находится в собственности дома, то договор можно заключить с администрацией. Если я не ошибаюсь, этим занимается комитет управления имуществом, там можно заключить с ними договор на выделение определенного участка земли под парковку. В таком случае у автолюбителя будет на руках договор, где будет прописано количество квадратных метров, указано место расположения земельного участка. В этом случае собственник получит право, или арендатор получит право установить какие-то ограждения, так сказать, чтобы препятствовать парковке других автомобилей на этой территории. В целом, если вы не согласны, являетесь собственником в этом доме, вы имеете право позвонить в ГАИ. Мотивируя, конечно, почему машина стоит неправильно, потому что удалить могут машину с территории только если она какой-то нарушила закон, то есть стоит на газоне, либо слишком близко дома, либо загораживает проезд, там есть определенная норма, около 3 метров, должен быть проезд держаться всегда свободным, то автоинспекция их уберет. Если это территория, на которой автомобиль все-таки оставлять можно, его кто-то занял, к сожалению, это вопрос уже моральный, можно класть кирпич на полотенце, можно пытаться как-то договариваться. Мне кажется, что на самом деле вот такая вот бумага, которую ты сказал, есть у единиц, а кирпичи или там веревочки, там ниточки с какими-то объявлениями, в мое место сюда никому нельзя, и часто явления. Вообще это удивительно, поскольку у нас вообще законодатели и те, кто занимаются общерегулированием сферы, вот это и имущественное в этом плане, и правил дорожного движения, они у нас, как правило, относятся к людям достаточно среднего класса, сами все ездят на машинах и сами сталкиваются все с этой проблемой. То есть у нас именно класс людей, которому эта проблема принадлежит, скажем так, это средний класс, обладатели автомобиля, они либо относятся к ним, либо к ним стремятся очень близко. Почему эта проблема до сих пор не решена, остается непонятным, это действительно просто уже сложившаяся культура. Есть терминология, исторически так сложилась, да, и никто не хочет ничего с этим делать. Это же не законно абсолютно. Это абсолютно незаконно, и если человек отбивается кулаками, там еще, не дай бог, за территорию, которая ему не принадлежит, вот соучаствованную собственность человек имеет право действительно защищать разными методами, скажем так, прежде всего, там, законными, если на него уже нападают, да, то он имеет право сопротивление оказать. Вот, но если это не его территория, то это обычная бытовая драка, и человек грозит 111-я статья нанесения тележных повреждений, и, как минимум, если не так, то просто испорченное настроение. А все потому, что эта сфера не отрегулирована вообще, и это вопрос, конечно, к законодателям более высокого уровня, чем наши местные. Это должны быть приняты определенные поправки на уровне федеральных законов. Вот, но это не мешает проявлять инициативу нам здесь, как собственникам, и администрация, я уверен, подключится. Знаешь, парковки, как ты говоришь, приводят и к дракам, и к маханию кулаками, и прочее, прочее. И даже, ну, их можно, ситуацию с ними иногда можно назвать не коммунальным, все-таки детективом, а криминальным. Давай посмотрим сюжет. Николай в подробностях описывает видео с камеры наблюдения. Вот бежевый Логан заезжает на парковку. Его водитель, убедившись, что за ним никто не наблюдает, подходит к белому Лексусу, снимает дворники. Закуривает, спокойно меняет щетки и неторопливо уезжает. Бывший сотрудник милиции, а ныне сотрудник охранного агентства, при УВД города Мурманска, я обратился в эту компанию на молодежном проезде 11, после чего мне пояснили, что действия этого хулигана будут рассматриваться как преступление, и, соответственно, он будет уволен. Назвали его фамилией Груздев. С утра, собираясь на работу, супруга Николая Валерия привычно завела машину, включивая дворники, но лишь поцарапало стекло. Мужчина отыскал видео с камеры наблюдения, установленной на доме, написал заявление в Первомайский отдел полиции и провел свое расследование. Оказалось, со злоумышленником он уже встречался. Две недели назад я здесь стоял на этом месте с ребенком и с вещами, ждал свою жену, и как бы тем самым придержав место ей для этого автомобиля. Этот самый мужчина, две недели назад, он буквально подъехал, тоже хотел здесь припарковаться, но я ему объяснил, что здесь за вами идет Лексус, она сейчас припаркуется здесь, а вы встаньте, пожалуйста, в другом месте. После чего он вот так вот вышел из машины с распахнутой грудью, с цепочкой, с крестом и начал что-то там, грубо говоря, пыхтеть, рассматривать по сторонам. Во вгуб охрана, где действительно работал злопамятный автовладелец, итоги расследования Николая не опровергают и коллегу не защищают. Что бы там на парковке ни случилось, месть таким способом недопустима. Работник нашего предприятия был уволен. Значит, в настоящее время отделом полиции номер 3 проводится проверка, по итогам которой уже бывший сотрудник нашего предприятия будет привлечен к ответственности, соответственно, действующего законодательства. По-человечески понять неудачливого мстителя можно. Конфликт из-за парковочного места знакомы едва ли не каждому водителю. Но урок строг и поучителен. Я хочу этот сюжет дополнить еще опросом мурманчан, с каким проблемами они сталкивались на парковках. Были ли действительно тоже подобные какие-то случаи, когда хамство, угрозы и так далее, и так далее их преследовало. И у другой группы мы спросили, считают ли они, что нужно отвоевывать свое место на парковке. Кто как за этим следит, кто как распоряжается пространством во дворе. Наш опрос. А как вы относитесь к людям, которые огораживают, говорят, это вот мое место парковки, огораживают колышками или там втыкают эти локеры, столбики? Ну, я думаю, что никто землю не покупал. Вот. И это неправомерно наверняка. Очень давно я сделал то же самое, за что получил штраф от администрации района. И после этого не делаю это больше. А земля ведь не куплена. Это же получается так, что купил я землю, я ее огородила. А тут-то как? Ну, так отрицательно я к этому отношусь. А как с таким можно бороться, вот ваша точка зрения? Ой, не знаю. Чего не знаю, того не знаю. Но уберете вы все равно следующее, что-то поставят. Либо скат, либо цепи натянут. Ну, в общем, все люди разные. Ну, в основном как решается это все? Ором, криком и скандалом. Вот и все. Я считаю, что свое место на парковке можно отвоевывать, но как-то цивилизованным способом, если действительно много лет и живешь, и там дом привык ставить сюда свою машину. Если, может быть, это тем более с коляской. Выходишь, и тебе очень хотелось бы не преодолевать какое-то расстояние, потому что тяжело. Может быть, это два или три ребенка, и это коляска, и это сумки. Вот. И своя машина, конечно, возле подъезда, это очень удобно. Но я сталкивалась с такой ситуацией. Я поставила свою машину на чешуе место, и мне просто ставили записку, что девушка, извините, пожалуйста, не могли бы вы, пожалуйста, извините, извините. И, естественно, я больше не ставила свою машину на это место, потому что меня вежливо попросили, и я поняла, что ситуация действительно такова, что там живут родители с детьми, им удобно очень ставить на это место. Поэтому, естественно, я не стала спорить. Ну, люди у нас разные, не все такие приличные, и не все у нас, к сожалению, такие образованные, скажем так, чтобы понимать, что не надо идти на конфликт, что нужно найти в любом случае возможность договориться. У нас хороший двор, много места. То есть все проблемы решаете самостоятельно? Соседи надоедают, соседних домов у нас стоят. Ну, как-то, не знаю, договариваемся, может быть, как-то так. Всегда находится место, пусть не близко. Понятно. То есть вы относитесь к тем, кто может прогуляться, то есть там поставить? Ну, да, мне не сложно. У нас так все цивильно, дружно с соседями живем, скажем так. Дружно? По-соседски. То есть вместе вы ходите, чистите, может быть? Да, и такое бывает, да. У нас там старости на 83, там получается с 81-го дома становится, с 85-го. А мы как бы, ну, мы ставим на платную парковку, стоянку, потому что во дворе невозможно. Если поставить, то, получается, будут либо сдавать, либо вперед, либо назад, могут задеть машину. Мнения абсолютно разные. Я предлагаю завести дело наше очередное, называется «Парковка во дворе». В целом, если перечислить основные правила, которые действуют на прилегающей территории, конечно, мы все знаем, что запрещен сквозной проезд через территорию. Конечно, мы знаем, что машину нельзя больше пяти минут на прилегающей территории держать с включенным двигателем, если не осуществляются погрузки, выгрузки, потому что парковка – это не только конфликт, где поставить машину, это еще и шум от машины, это еще и сигнализация играющая, это подъезд пожарных машин. Мы, допустим, когда смотрим, как работает управляющая компания, они тоже имеют право на самом деле автомобиль убрать с прилегающей территории не только собственники, но только в том случае, если машина блокирует подъезд пожарной машины или какой-то специальной техники, они должны будут обратиться в госавтоинспекцию, найти самого собственника, то есть обязательно с ним связаться и предупредить его, если не ошибаюсь, у нас в регионе три дня дается, если собственник не убирает, тогда будет эвакуировано. Но проще, здесь как управляющая компания чаще всего поступает, они находят одного из собственников, который вызывает полицию и машину эвакуирует, особенно если она заграждает проезд или стоит на зеленой территории. Единицы мест у нас в городе для этого предназначены, это проблема для всей России. Москва, конечно, преуспевает в этом плане, у них этот вопрос стоит наиболее остро. Там строят парковки, там строят огромное количество, так называют, перевокватывающих парковок, разного рода территорий, где можно ставить очень крупногабаритный транспорт, вот что он там надежности стоял. Поскольку эта сфера развита, соответственно, и стоимость, и услуги дешевле, так сказать, чем у нас. Поэтому ситуация в целом, если ее обсудить, она критическая, люди конфликтуют, попадают в больницы из-за этих конфликтов, это создает излишнюю напряженность в обществе, и пока что никто каких-то таких серьезных комплексных шагов, чтобы эту ситуацию справить, не предпринимает. Я уверен, что в самое ближайшее время, то есть еще буквально процентов 20-30 больше автомобилей станет, и начнутся реальные проблемы, прям вообще, что некуда припарковаться ни рядом, ни через квартал. И вот тогда люди начнут суетиться и резко оформлять свое право собственности. Кому-то придется смириться с тем, что придется парковаться далеко, на платных парковках, или уже придумывать что-то еще. Конечно, у нас эта ситуация не так хаотична, как в больших городах, или в каких-то очень крупных мировых столицах. Но проблема, тем не менее, есть, и она острая. И пути для ее решения тоже есть. То есть в целом ряде случаев территория возле дома заброшена, высокие бордюры, которые можно было бы откинуть и переделать их как под парковку. Не обязательно на парковке, совершенно не обязательно там должна быть асфальт, можно просто поставить щебень, найти еще какие-то способы. Вопрос просто в том, чтобы договориться, что вот здесь у нас будет детская площадка и проход к ней. Здесь у нас стоят мусорок, контейнерные площадки, парковаться рядом с которыми нельзя на 5 метров, и преграждать машину, которая увозит мусор тоже. У нас очень часто бывают такие проблемы, что невозможно вывезти мусор в просто заблокированное место. И мы получаем жалобы с двух сторон. То есть с одной стороны негде везем мусор, с другой стороны жилец ругается со всеми, что мне негде было больше припарковаться. Поэтому здесь надо начинать двигаться. И я уверен, что мы в одной из следующих передач сможем пригласить, когда будем эту тему снова поднимать, какой-то взять позитивный опыт и пример. Площадки надо организовывать, отсыпать, не бояться что-то перестраивать, пускай это выглядит иногда даже, может, не очень прилично. Но бабушкам иногда нужно будет согласиться с тем, что цветы сирени надо будет пересадить ближе к детской площадке, и что их уголок будет где-то там, и что он, возможно, будет значительно меньше, чем парковочное пространство, если люди тогда говорят, все решат на общем собрании. А автолюбителям нужно понимать, что они все-таки имеют тоже определенную, вместе с тем, что они паркуются, они имеют определенную ответственность как собственники. И лучше дружно, как говорится. Вот как автоправильный приводил пример, что наши соседи ближе родственников часто, так сказать. И смысла с ними ругаться, вы без того не продуманы в нашем жилищном пространстве, так сказать. Лучше жить дружно. Давай подведем некий итог. Мы выяснили, что все вот эти вот заграждения, вот эти все веревочки, вот эти все покрышки или камни, которые автомобилисты возле своего дома ставят, якобы показывают, что это их место, все это незаконно. Если у них договоры на право аренды, то, конечно, да. То есть любой человек может подъехать и поставить сюда машину, а если заезд прегражден вот какими-то такими штуковинами, потому что есть даже, кстати, я посмотрела, продаются столбики, парковочные столбики они называются. Получается, что, ну, конечно, если мы скажем нашим телезрителям о том, что да, вы имеете право, они столкнутся исключительно с авторитетом и, возможно, физическим сопротивлением того, кто раньше там ставил машину. Уже тогда дело полиции. Получается, да. А дело ГИБДД, наверное, предотвратить вот эти вот незаконные, незаконный захват парковок. То есть мы можем позвонить и пожаловаться, что кто-то не дает, занимает свое место. Да, это цивилизованный способ решать такие вопросы. Сразу звонить в госавтоинспекцию и решать это через них, потому что даже если любые потом вопросы будут возникать, лучше, чтобы был протокол на руках. Вот с этим протоколом можно, как бывает, и на работе доказать, почему ты опоздал, да, там сказать, что тебя реально заблокировали, или, скажем так, если это действительно твое парковочное пространство, то можно будет штраф применить к человеку. Просто обычных средств видеофиксации, иногда мы видим, фотофиксация может не хватить. Протокол инспекции – это, конечно, более разумный путь. Будем надеяться, что у людей будет всегда хватать разумности именно решать такие вопросы, пока эту сферу не отрегулировали как следует с участием наших правоохранительных органов. Второй выход для автомобилистов – это действительно организовать парковку законно, со всеми документами во дворе, и тогда не будет скандалов ни друг с другом, потому что всем хватит места, тогда не будет скандалов с бабушками, которые хотят скамейки, хотят клумбы, хотят, чтобы цветы были возле дома, а не машины. Абсолютно точно. И эти парковочные пространства, они один раз и навсегда, такое место узаконенное, скажут, сколько у вас этих мест, кто и где паркуется, и будут уже люди очень точно следить за нарушениями. Но это будут уже сразу коллективные жалобы в случае чего. И самое главное здесь – быть всем готовым к определенным уступкам, потому что те, кто хотят иметь большое количество зеленых насаждений на вашей территории, рядом с домом, понимая, что в доме очень большого количества автолюбителей, наверное, надо подумать и где-то, может быть, уступить. И найти компенсис. Да. На этом мы закрываем эту папку. Может быть, возможно, вернемся к ней еще раз. Спасибо. Это была программа «Коммунальный детектив». До свидания. До свидания. Желаете стать участниками или экспертами проекта «Коммунальный детектив»? Нуждаетесь в юридической помощи? Звоните по телефону общественной организации и содействия жилищным инициативам «Знаток» 42-69-08. Программа «Коммунальный детектив» благодарит за помощь в проведении съемок ресторан-пиццерию «Корлеона». Редактор субтитров А.Семкин